так давайте посмотрим вот у нас есть миссия которая называется просто запустить ракету в космос до работающий спутник или капсулу то есть это не просто ракета это ракета должна на себе нести спутник или капсулу было бы логично приобрести вот это вот вот этот спутник да он самый дешевый и самый легкий здесь на карточке обозначен его вес его стоимость то есть этот спутник весит одну единицу масс одну массу и 2 миллиона долларов исследования для этой карты никакие не нужны потому что если мы посмотрим на карту ракеты какой-нибудь здесь надо написано что прикует союз то есть для того чтобы нам эту карту приобрести нам нужно сначала исследовать союз то есть сконструировать саму ракету вот эту ну а для спутника никаких исследований не нужно дополнительных то есть мы просто приобретаем себе вот этот вот спутник и компоненты которые мы приобретаем мы можем размещать вот на своей вот этой карте вот мы приобрели спутник за 2 миллиона долларов мы должны заплатить 2 миллиона долларов платим 5 получаем 3 сдачи теперь для того чтобы этот спутник в космос отправить причем здесь написано что мы должны отправить его в космос и суборбитальный полет тоже является космосом нам не нужно отправлять его вот на околоземную орбиту и вот здесь на карточке земли написано что для того чтобы нам полить не полететь суборбитальные вот пространство этот полет имеет сложность 3 то есть нам нужна ракета который сможет преодолеть эту сложность если мы посмотрим на ракету самую простую вот ракету джуна у нее есть свой вес 1 стоит она 1 миллион долларов и эта ракета обеспечивает нам 4 единицы подъемной силы тяги что это значит если у нас ракета будет выглядеть вот таким образом то есть ракета и спутник общая вес у нее будет 2 для того чтобы вот эту вот конструкцию отправить в космос нам нужно 2 умножить на сложность это 32 умножить на 3 получается 6 то есть мы должны обеспечить подъемную силу равной 6 или более в данном случае одной ракеты джуна нам будет явно мало потому что здесь 4 поэтому если мы приобретем еще одну к ракету джуна то у нас получится вес 3 да то есть спутник ракета ракета в общей сумме дают три трижды 39 общая тяга у них получается 8 снова маловато да мы возьмем тогда может быть еще одну ракету джуна теперь у нас 4 4 3 12 и если мы сложим общую тягу этих трех ракет как раз 12 получается то есть вот такая многоступенчатая трехступенчатая ракета отправит спутник в суборбитальное вот это вот пространство но для того чтобы нам эти ракеты купить нам нужно сначала сконструировать ракету джуна поэтому мы берем исследование ракеты джуна платим за исследование 10 миллионов долларов кладем на эту карточку 3 карточки исхода в закрытую случайным образом выбранные вот и теперь мы можем покупать наши ракеты джуна каждый из них стоит один миллион долларов вот наши три ракеты вот три миллиона долларов в этот же раунд в этом же году никто не запрещает нам отправить эти ракеты прямо сейчас в космос да можно делать сколько угодно шагов пока есть такая возможность как это происходит мы помещаем нашу ракету вот сюда на стартовую площадку и запускаем ракету джуна открываем верхнюю карту исхода и видим что это успех то есть первая ракета у нас успешно запущена то есть ракета ну пока еще не стартовала потому что нужно проверить еще две мы снова перемешиваем эти карточки и вытаскиваем так давайте чтобы честнее было вот так перемешиваем эти карточки и достаем одну из них это снова успех то есть мы по факту не знаю кстати я забыл сказать ну да допустим вот сейчас во втором во второй раз мы вытащили успех нам повезло но мы не знаем что там на двух остальных вдруг мы вытащили второй раз ту же самую карту возможно есть смысл заплатить вот эти 10 миллионов долларов видите написано 10 миллионов долларов remove то есть мы можем удалить эту карту и тогда у нас останется только 2 но я наверное рискнул сейчас и не буду этого делать да то есть 2 ракета у нас тоже запущена успешно мы попробуем сейчас перемешать и достать третий раз так снова успех ну в общем что-то мне подсказывает что либо я тяну одну и ту же карту либо все эти три карты успеха либо две карты и в общем не везет в общем вроде как бы я понадеялся на удачу у нас удачно все запустилось до ракета джуна используется ну и сбрасывается потому что она это по сути дела двигатели которые сгорают все и вот наш спутник летает в космосе мы выполнили наше задание и получили одно победное очко можно его даже перевернуть чтобы обозначить что мы это сделали у нас осталось еще 10 миллионов долларов то есть на этом наш раунд еще не обязательно даже закончим что мы можем дальше сделать дальше мы можем попробовать начать подготовку вот к исследованию луны что значит исследование луны ну по сути дела мы должны на лунную орбиту отправить тоже вот этот вот спутник поэтому я открываю еще одну карту вот так да мы возьмем себе другую ракету мы купим еще один спутник для того чтобы отправить его на луну ну для того чтобы проводить исследование нам нужно привести так скажем научные изыскания в плане того как исследовать в целом то есть делать у нас здесь есть исследование вот исследование сервей здесь в отличие от всех остальных ракеты всего остального кстати мы за это тоже платим десяточку вот она здесь мы кладем одну только одну карту исхода здесь может быть успех или не успех но она только одна и в общем когда мы долетим до лунной орбиты мы можем произвести действие исследования мы перевернем эту карту и если окажется что исследование удачно это мы можем перевернуть луну вот эту карточку луны чтобы для себя понять что то в общем то на луне происходит если у нас выпадет небольшая неудача или большая неудача то в любом случае исследование окажется неудачным все на этом мы закончили год потому что денег у нас нет делать мы больше в общем то ничего не можем тут еще в конце года происходит такая вещь как автоматические действия обратите внимание вот здесь есть некоторые локации на которых стоят восклицательные знаки это действие которое происходит автоматически ну в данном случае наши вот этот вот спутник который отправил отправился нас уберет в суборбитальное пространство он падает обратно на землю ну и по сути дела разбивается то есть вот это вот у нас уходит дело на свое сделала и эту этот жетон мы убираем все мы переходим на пятьдесят седьмой год мы получаем наши 25 миллионов долларов если бы деньги какие-то остались я уже сказал мы их не оставляем себе даем обратно но сейчас мы получили снова 25 миллионов долларов и так мы мы продолжаем думать по поводу полета на лунную орбиту чтобы запустить туда вот этот наш спутник исследование мы купили теперь нам нужно вылететь с земли на орбиту земли здесь видите есть два пути мы можем в суборбитальное пространство попасть или сразу же на орбиту при преодолевая так скажем суборбитальное пространство суборбитальное пространство это сложный строй 3 орбита земли сложность 8 то есть сложность 8 мы должны преодолеть и тогда мы попадем на орбиту земли Затем здесь есть вот эта вот сложность 3 для того, чтобы попасть на лунную орбиту. Дальше нам лететь уже не нужно. Это наша финальная цель. И сейчас мы будем подбирать снова те самые ракеты, которые нам необходимы для того, чтобы доставить наш спутник на лунную орбиту. Создатель игры логично предлагает идти в обратном порядке. Давайте посмотрим. Итак, нам нужно преодолеть сложность 3. И одна масса у нас уже есть. Если мы возьмем себе ракету Джуно, купим, то у нас получится вес 2, сложность 3, 2 умножить на 3 это 6. Но по сути дела мы будем делать то же самое, что и делали во время взлета с Земли на субавитальное пространство. Это мы уже знаем. Нам сюда нужно 3 ракеты Джуно. Поэтому мы можем смело их покупать. Да, давайте проверим. Итак, 3 ракеты Джуно дают нам ускорение и необходимую мощность равную 12. У нас общий вес 4, 4, 2, 3, 12. Это как раз то, что нам нужно для того, чтобы с земной орбиты перелететь на лунную орбиту. Ну и мы, соответственно, платим 3 миллиона долларов за каждую ракету Джуно. Вот. И это та самая ракета, которую нам нужно доставить на земную орбиту. Теперь нам нужно думать, каким образом все вот это, вот эту конструкцию мы туда доставим. У нас, по сути дела, вот ракета общим весом 4. Давайте обратим внимание на какую-нибудь ракету побольше. Например, Атлас. Атлас имеет вес, ну то есть стоит 5 миллионов долларов. Он обеспечивает мощность, подъемную силу 27 единиц. Если у нас здесь 4, 4 умножаем на 8, это 32. Этого недостаточно. Плюс еще надо учитывать сам вес Атласа. То есть ясно, мы понимаем, что Атласа недостаточно для того, чтобы поднять ракету вверх. Скорее всего, даже двух Атласов будет мало, потому что каждый раз мы будем прибавлять вот эту четверку. И у нас будет такая геометрическая прогрессия. Давайте обратим внимание на Союз, например. 4 плюс 9, 13. 13 умножить на 8, это 104. Здесь 80, то есть снова маловато. А если мы вот возьмем 2 Союза, то у нас получается, я возьму калькулятор, то есть у нас получается 18 вес ракет плюс еще 4, это 22. 22 умножить на 8. Это 176. Требуемая подъемная сила. Два Союза дают 160. Снова мало. Так, давайте тогда попробуем Союз отложить. Обратим свое внимание на Сатурн. Итак, Сатурн у нас весь этаж на 20 единиц массы. Стоит 15 миллионов долларов, но дает подъемную силу в 200 единиц. Поэтому у нас получается 24 умножить на 8. Это 192 единицы подъемной массы. То есть логично, вот Сатурн тут и использовать. Но мы пока не можем его купить, потому что у нас нет такого исследования. Мы должны сейчас за 10... Так, где у нас этот Сатурн? Вот ракеты Сатурн. Мы за 10 миллионов долларов конструируем Сатурн. Помещаем сюда тоже три карточки Исхода. Чтобы купить Сатурн, нам потребуется 15 миллионов долларов, а у нас их, к сожалению, нет. Поэтому мы просто на всякий случай сейчас сделаем вот, что нам пригодится. Нам человек в космосе. Давайте наймем себе Юрочку Гагарина за 5 миллионов долларов потратим на него деньги. Так. Еще 4 миллиона долларов. Купим себе еще один спутник и 4 и 3 ракеты Джуно. Ну, просто про запас. В правилах не написано, что мы не можем этого делать. То есть вот мы 4 потратили, взяли себе спутник, взяли себе 3 ракеты Джуно. Ну, просто будем хранить где-то у себя рядом про запас. Вдруг что-то непредвиденное случится с этими ракетами. Ну, вот 3 миллиона долларов осталось. Мы их просто отдаем обратно. Начинаем следующий год. 58-й год. Мы получаем 25 миллионов долларов. Сразу тратим из них 15 на то, чтобы купить ракету Сатурн. И вот наша конструкция, в общем-то, готова к запуску. Давайте проверим. У нас здесь раз, два, три, четыре. 24. Да, это мы уже посчитали. Этого достаточно для того, чтобы взлететь с Земли на околоземную орбиту. Проверяем, насколько удачно мы запустили Сатурн. Случайным образом выбираем себе карту. И это успех. Так, замешиваем. Можем, кстати, снова эту карту сбросить. Ну, чтобы как бы исследовать, благодаря чему у нас такой успех. Чтобы оставить всего две карты. Но я рискну, не буду этого делать. Тем более, уже перемешал. Все, ладно. Сатурн взлетел. Мы оказались на околоземной орбите. Сатурн сбрасывается. Теперь мы, оказавшись здесь, перелетаем на лунную орбиту. Здесь, наверное, стоит вам рассказать про вот эти значки. Видите, здесь есть значки с часиками. Вот эти в скобочках означают, что, в общем-то, на них можно не обращать внимания, если вы не используете ионные ускорители, а используете обычные ракеты. А вот в этих местах, там, где есть значки с часами, означает, что... Или вот здесь, видите, три значка. Это значит, для того, чтобы совершить следующий перелет, вот, например, на орбиту Марса, вот отсюда, вам нужно положить три вот таких значка с часиками. И это означает, что вы должны потратить на это три года. То есть, в начале, в конце каждого года вы будете одни часики убирать и передвигать вот этот маркер. И только спустя три года вы переместите свою ракету туда, куда вы летите. То есть, это длительные такие перелеты, длительные цели. Ну, а сейчас у нас мы можем прямо в этом году все это сделать. То есть, мы перелетаем с околоземной орбиты на лунную орбиту и проверяем, как работают наши ракеты Джуна. Проверяем первую ракету. У нас вот три карточки осталось. Итак, успех. Отлично. Первая ракета сработала. Проверяем вторую. Снова успех. Видимо, мне все-таки повезло. И все три карточки там успешны. И третья. Снова успех. Отлично. Мы перелетели на лунную орбиту. Все наши три ракеты Джуна хорошо сработали. Наш спутник летает на лунной орбите и готов к исследованию Луны. Вот наше исследование. Все, что мы должны сделать, это перевернуть эту карту и посмотреть, насколько это исследование прошло успешно. И это снова успех. Как только здесь остается только одна карта успеха, в ней смысла нет. Мы можем эту карту обратно замешать в колоду. И теперь, когда исследование не имеет ни одной карты, исследование всегда будет успешным. То есть мы научились исследовать космические объекты с их орбиты. И это нам, по идее, может пригодиться и для исследования Марса и Венеры. Нам надо над этим подумать. Может быть, вместо того, чтобы рисковать космонавтами, мы просто отправим спутники на Венеру и на Марс. Ну, посмотрим. В общем, мы выполнили второе задание. Здесь нет автоматических действий, как вы видите. Спутник, вот этот искусственный, так и будет теперь вращаться вокруг Луны. Да, мы выполнили вот это задание. Луна у нас теперь исследована. Мы, кстати, можем перевернуть, что у нас здесь. Здесь, кстати, написано, что космический аппарат разрушается из-за вот этих вот пылевых бурь массовых. Но мы туда не садились, поэтому для нас это не актуально. Год не закончен еще. У нас еще осталось 10 миллионов долларов. Будем готовиться к выполнению вот этих двух миссий. Что нам нужно? Запустить человека в космос, вернуть его обратно. При этом он должен там провести один год. Для того, чтобы человек мог прожить один год, а этот человек у нас будет Юрий Гагарин, что очень, наверное, тематично в сегодняшний 12 апреля, нам ему нужна поддержка на год. Вот у нас есть такая штучка, называется поддержка космонавта на один год. Можно пять даже космонавтов прокормить с помощью этой штуки, но всего один год. Но для этого требуется life support. То есть нам нужно исследовать, провести исследование, каким образом человек может прожить в космосе. Вот у нас есть тут такие исследования. Life support. Мы за 10 миллионов долларов покупаем это исследование. Размещаем сюда три карточки исхода. Давай, посмотрел. Давайте уберу ее. Так. Теперь у нас денег не осталось. У нас начинается 59-й год. Мы получаем 25 миллионов. Что еще нужно предусмотреть? Поскольку мы нашего космонавта планируем возвращать обратно, а возвращение на Землю, видите, здесь сложность 0 всего, но здесь есть вот этот вот значок атмосферы, поэтому нам нужно исследовать ре-энтри. То есть вот это вот приземление в условиях атмосферы. Оно тоже стоит 10 миллионов долларов. Мы его покупаем. Давайте разместим где-нибудь здесь. И тоже три карточки исхода положим. Итак, кто у нас полетит? Понятно. Как он там будет жить? Понятно. Да, нам нужно купить вот это вот снабжение. Да. За 1 миллион долларов. Я тут подумал, что поскольку время у нас в запасе еще есть, почему бы нам не провести вот такие вот испытания, да? Нам нужно отправить человека в космос и вернуть его обратно. В общем, есть идея. Так, я вот сюда положил. Давайте снова вот это возьмем. Вот мы можем запустить нашего Юрия Гагарина. Кстати, видите, вес у него 0. Ничего не весит значащего для ракеты. Мы его собираемся запустить и сразу же вернуть обратно в качестве вот такого пробного запуска. Поэтому никакая поддержка ему не нужна. Нам для того, чтобы отправиться на околоземную орбиту, нужно... Да, Юрий, естественно, не может лететь просто так, прицепившись руками к ракете. Поэтому ему нужна капсула. Мы берем капсулу Восток. Покупаем за 2 миллиона долларов. Никакие исследования для нее не нужны. Так, здесь, видите, написано, что у нее есть одно посадочное место. То есть одно кресло внутри этого... Этой капсулы есть. И вот у нас Юрий Гагарин сидит внутри капсулы. Для нее, для того, чтобы она вернулась, нужно ре-энтри. Ре-энтри мы уже исследовали. И у нас получается вес 2. И нам нужно попасть на околоземную орбиту. Дважды 8. Это 16. Но плюс у нас еще будет ракета. Так, одна Джуна весит единицу. Если у нас есть, кстати, несколько ракет Джуна, заранее купленных... Итак, допустим, если мы возьмем 5 ракет Джуна плюс 2 вес востока, это 7. 7 умножить на сложность 8, это 56. Но, к сожалению, 5 ракет Джуна дают всего лишь 20. Поэтому нужно думать. Союз тоже не подойдет, потому что 11 умножить на 8 получается 88, а Союз дает 80, подъемную массу. У нас уже есть Сатурн. Конечно, это слишком расточительно, тратить Сатурн для того, чтобы отправить человека в космос и обратно. Может быть, есть смысл рассмотреть Атлас. Атлас у нас будет массой 4 плюс 2, 6. 6 и 8, 48. Это тоже мало. И двух Атласов мало. Может быть, рассмотреть 2 Союза, например. Вот 2 Союза, мне кажется, наиболее оптимальным вариантом, потому что у них будет масса 18. 18 плюс 2 это 20. 20 умножить на 8 это 160. и 160 это ровно там та подъемная сила, которую дают 2 ракеты Союз. Поэтому мы потратим 10 миллионов долларов сейчас на то, чтобы исследовать ракету Союз, изобрести. Вот она. 3 исхода для нее. Так, сама ракета стоит 8 долларов. У нас таких денег нет. Ну, поэтому просто мы начинаем следующий год, 60-й год. Получаем 25 миллионов. Покупаем ракету Союз за 8. И запускаем нашего Юрия Гагарина. А, что я делаю? Нам же нужно 2 ракеты Союза. Еще 9. Ой, 8. То есть, да, еще одна ракета Союза. Вот, теперь Юрий готов к полету. Ну, что ж, он сказал, поехали. И махнул рукой. Мы летим в космос. Открываем верхнюю карточку исхода ракеты Союз. И это ужасно. Не хотелось бы, конечно, чтобы это происходило в такой день, но тем не менее. Произошла авария, и ракета Союз взорвалась на старте, разрушив при этом все, что было на стартовой площадке. И, к сожалению, Юрий Гагарин погиб. Мы по правилам должны разместить его карточку вот под нашу карту. Вот здесь я немножко не уверен по поводу правил правильного прочтения, потому что погибший космонавт дает минус 2 очка в конце игры, поэтому благодаря этому событию мы, может быть, и не наберем необходимое нам нужно количество очков, и нам нужно выполнить что-то еще для того, чтобы выиграть вот у виртуального противника. Но это уже мелочи. Главное, сейчас нам нужно думать, что нам теперь с этим делать. Космический аппарат разрушен, космонавт погиб, нам нужно все строить заново. Кстати, за 5 миллионов долларов мы можем избавиться вот от этой карточки Major Failure. Большая неудача. Мы платим 5 миллионов долларов, и у нас теперь на ракете Союз осталось две карты, которые мы можем рассчитывать, что она будет более, они будут более удачными. Замешиваем эту карту неудачи обратно в колоду. Так, ну давайте готовиться, готовиться снова. Итак, на космонавты сейчас денег уже нет. Нам нужна еще одна капсула Восток. Да, 2 миллиона стоит она. ну и наверное, ну и больше у меня ни на что не хватит сейчас, да, то есть мы начинаем Новый год. Получаем 25 миллионов долларов. Джозеф Уокер, вот у меня тут сверху лежит, да, космонавты, вот, например, Юрий Гагарин, у него те же самые свойства были при посадке и при стыковке и ростыковке плюс один они дают, ну то есть вот исходы на один вверх можно рассчитывать. Джозеф Уокер у нас отправляется на в капсуле Восток исследовать космос. Так, стоит он 5 миллионов, мы заплатили за него 5 миллионов. Мы покупаем две ракеты Союз по 8 миллионов каждая, это 16 то есть у нас остается 4 миллиона и пытаемся проделать все то же самое. стартуем с земли, открываем верхнюю карту и это снова неудача, от которой мы, кстати, избавиться даже не можем, потому что у нас денег нет. неудача небольшая означает, что ракета повреждена и не производит необходимой тяги. По крайней мере, Джозеф Уокер остался жив. Вот ракета у нас повреждена. Что происходит? Мы в конце года чиним ракету, то есть все, что находится на земле, можно починить. пилоты, которые вот такие вот технари, они могут чинить что-то в космосе, тратя при этом вот эти вот запасы. Ну, а на земле все чинится вот так автоматически, бесплатно. В общем, да, мы потерпели неудачу, но, по крайней мере, мы знаем, что одна из этих двух карт это маленькая неудача. Теперь у нас начинается 62-й год, мы получаем 25 миллионов долларов, мы стартуем снова, пытаемся запустить союз, открываем верхнюю карту и это снова небольшая неудача, теперь мы можем от нее избавиться, платим 5 миллионов долларов, карточка отправляется обратно в колоду. Так, снова ракета повреждена, мы не будем ждать до конца года, у нас есть еще деньги, вот этот вот поврежденный союз, мы его починим, пусть у нас будет прозапас, мы сейчас купим еще один новый, вот так вот за восьмерку, да, и пытаемся снова, запускаем, открываем и это успех, когда успех остается последний, мы замешиваем его обратно, то есть теперь у нас запуск союза всегда будет автоматическим успехом, то есть для второго союза даже нет смысла проверять, у нас союз успешно отправился на околоземную орбиту с Джозефом Уокером на борту и теперь у нас с сложностью ноль вся эта штука возвращается обратно на землю, но теперь мы должны проверять вот здесь ри-энтри, как у нас работал парашют, как происходит у нас посадка, открываем верхнюю карту и это и это неудача к сожалению капсула разрушена и все кто в ней находится погибают Джозеф Уокер в капсуле Восток тоже потерпел неудачу какой-то кошмар в общем еще один тут у нас погибший космонавт мы за 5 миллионов долларов проводим исследования изучаем что же случилось избавляемся от этой карты так как-то все неудачно пока что не хотелось бы чтобы это все выглядело как расходный материал но получается так что мы покупаем очередного космонавта давайте какой-нибудь соотечественника еще одного найдем вот Владимир Комаров отправим в космос Владимира Комарова 5 миллионов долларов мы за него заплатили у нас осталось 2 миллиона долларов мы потратим их на еще одну капсулу Восток так теперь у нас наступает конец года у нас чинится союз 63 год мы получаем 25 миллионов долларов так одна ракета союз у нас есть нам нужно за 8 миллионов долларов купить еще одну ракету союз и отправить Владимира Комарова в космос мы его отправляем успешно потому что ракеты союз отработанная уже технология ничего там плохого не происходит но теперь снова встает вопрос по поводу успешной посадки нашего космонавта мы входим в околоземную орбиту и смотрим ну слава богу на этот раз удачно Владимир Комаров да сейчас стал вопрос избавиться от этой карты или оставить я наверное оставлю пусть у меня будет шанс 50 на 50 ракета возвращается на землю Комаров у нас вернулся капсула Восток наверное ее нельзя повторно использовать поэтому мы наверное сбросим ее хотя нет ее же можно починить правильно я думаю что ее можно использовать затрудняюсь сказать итак мы выполнили еще одно задание человек в космос и обратно да человек у нас выжил ну что ж теперь встала стоит перед нами задача снова отправить человека в космос и на этот раз человек должен прожить там один год задача усложняется вот чем то есть у нас есть Комаров у нас есть Восток но теперь у нас на одну единицу увеличился вес если мы возьмем два союза то у нас получится 18 21 умножить на 8 это уже получается 168 два союза дают у нас ровно 160 и 168 нам уже не хватает поэтому у нас есть тут отработанный Сатурн да ну более-менее отработанная технология рискованно 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 так значит у нас получается здесь если мы запустим Сатурн у нас получается 23 умножить на 8 это 184 как раз в общем-то то что им то что нужно здесь 200 так а если три союза трижды 9 27 это получается 30 30 умножить на 8 это 240 так подождите три союза получается да еще раз трижды 9 27 плюс 3 получается ровно 30 240 да три союза нам нужно три союза чтобы вот это вот все запустить нормально союз у нас работано я не хочу рисковать с Сатурном но поскольку еще раз времени запас у меня еще есть у меня есть идея запустить в космос капсулу Восток без космонавта да мы не будем людьми вот так вот разбрасываться да мы запускаем ракет в космос вот так то есть трижды 8 24 у меня тут не хватает пока денег у меня здесь 17 мне даже на два союза не хватает к сожалению поэтому в этот год я получаю я покупаю один союз это 8 миллионов два сдачи ну я куплю про запас одну капсулу Восток за 2 миллиона одну поддержку за миллион ну или даже две вот так про запас еще 5 миллионов давайте я на них куплю еще один Восток вдруг пригодится вот вот так все год закончен переходим на следующий год покупаем мы получаем 25 миллионов долларов тратим 8 покупаем союз тратим еще 8 покупаем еще один союз и вот теперь запускаем ракету в космос у нас союзы отработаны там все хорошо и теперь мы проверяем как у нас в космосе работает поддержка работает она или нет мы открываем верхнюю карту вот здесь и это успех да жаль если бы это была неудача я бы смог от нее избавиться но это не но это но это успех да ну ладно давайте рискнем давайте теперь на следующий год попробуем уже отправить человека в космос вот эта ракета у нас там летает мы ее куда-нибудь сейчас вот сюда отложим тоже чтобы она не мешала так возьмем следующую так у нас есть восток у нас есть комаров у нас есть поддержка так у нас есть 7 миллионов даже 9 миллионов долларов поэтому мы можем купить один союз нам нужно еще 2 да у нас начинается 65 год мы получаем 25 миллионов долларов и нам нужно сразу потратить 16 то есть я беру 4 сдачи и покупаю 2 2 союза союзы у нас успешно взлетают отправляя комарова на орбиту капсула заканчивает свой год на орбите конец года мы проверяем как у нас работает поддержка человека в космосе и господи что ж так не везет да к сожалению космонавт погибает я прям разбрасываюсь космонавтами направо и налево ужас какой 5 миллионов долларов я заплачу чтобы это исследование провести расследование да у меня теперь здесь 50 процентов успеха точно есть к сожалению комаров погибает капсула восток остается в космосе летает там да с космонавтом на борту ужас какой в общем да такие вот сквозь стернии к звездам называется год у меня заканчивается и что я могу сделать на эти два у меня есть еще одна капсула восток у меня есть поддержка 4 миллиона не хватает на очередного космонавта я не знаю возьму еще одну капсулу восток там про запас еще одну поддержку про запас это 3 миллиона в общем вот так вот плачевно заканчивается 65 год мы переворачиваем карточку у нас начинается 66 66 66 год у нас снова 25 миллионов долларов правительство не не устает нас снабжать исследованиями мы нанимаем Алана Шепарда мы сажаем его в капсулу восток даем ему снабжение на один год мы покупаем два союза потому что на большее денег у нас пока нет это 16 миллионов 4 сдачи но мы не будем брать сдачу потому что 4 миллиона значения не имеет мы переходим на 67 год получаем 25 миллионов и сразу 8 из них тратим на то чтобы купить очередной союз запускаем Алана Шепарда в космос проверяем выжил он там или нет и он там это какой-то кошмар так мы избавляемся от этого ну от этой проблемы вот так в день космонавтики все неудачно случается Алан Шепард погибает там Восток тоже летает но я не буду сейчас здесь городить снова запасы так у нас остались деньги мы за 5 миллионов договариваемся с Джоном Гленном но у него риск минимален потому что мы знаем что здесь остался стопроцентный успех мы можем просто ее замешать обратно или тут оставить до 5 миллионов сдачи Джону Гленну уготована слава человека первого который проживет целый год в космосе 7 миллионов мы потратим на то что мы Восток и капсулы все у нас есть в общем-то это все нам уже особо не нужно да то есть наступает 68 год 25 миллионов долларов мы тратим на то что покупаем три союжа трижды 8 24 это практически все что у нас есть сажаем Глена Джона Глена в капсулу Восток снажаем его всем необходимым на год 24 миллиона потратили миллион сдачи запускаем Джона Глена в космос тратим три союза на это здесь у нас успешно здесь у нас успешно переходим на следующий год и поскольку мы целый год выжили будем считать что эту миссию мы исполнили там в правилах так и написано что человек должен прожить год в космосе что его не нужно возвращать на землю то есть эта миссия считается пройденная успешно но мы ради интереса все-таки вернем Джона Глена на землю посмотрим он вообще героем вернется живым или нет потому что у нас есть риэнтри мы просто здесь сложность ноль для того чтобы вернуться на землю мы проверим вернулся он удачно или нет слава богу вот Джон Глен он удачный покоритель космоса вернулся к нам на землю и благодаря ему мы выполнили наше четвертое задание я не уверен по поводу вот этих вот это наш просто какой-то черный список кошмар и позор мы потратили столько человеческих жизней для того чтобы использовать исследовать космос хотя справедливости ради надо сказать что исследование космоса оно же сопряжено с этими трагедиями и мы все об этом знаем к сожалению это все происходит вот все это происходит не так легко как хотелось бы я не знаю как вот эти вот потери влияют на набранные очки если верить правилам то это минус 2 каждый то есть 1 2 3 это в минус 8 очков я набрал с одной стороны я набрал сколько получается 13 я хотел набрать 13 потому что у меня осталось здесь 11 если минус 8 отнять от моих 13 то это получается всего 5 и по-хорошему мне бы надо бы еще исследовать венеру для того чтобы выиграть у противника но сегодня на камеру я уже этого делать не буду потому что и так мое видео затянулось я надеюсь вы поняли принцип этой игры что еще здесь о чем еще можно рассказать да про таймер я рассказал когда мы отправляемся вот в разные вот эти вот вещи мы должны будем еще проверить как если мы если у нас пилотируемые полеты мы должны будем проверить как на нас влияет радиация и здесь написано что уровень радиации 2 и мы должны будем бросать кубик здесь в комплекте есть вот такой кубик мы должны бросить кубик за каждого астронавта 2 умножить на количество времени вот этих вот жетонов песочных часов допустим если у нас лежит здесь два счетчика песочных часов и мы бросаем кубик и у нас 4 то есть 2 умножить на 2 это 4 и если у нас если если мы выбрасываем как раз вот эту четверку или меньше то наши астронавты заболевают у нас среди астронавтов есть медики которые могут лечить других астронавтов то есть это не конец света еще одна очень интересная вещь это стыковка и расстыковка стыковка и расстыковка позволяет экономить и время и деньги допустим мы можем запустить одну ракету ну допустим какую-нибудь вот такую ракету на которой будет например ну какая-нибудь там вот капсула да и она будет летать на околоземной орбите потом мы поднакопим деньги проведем какие-то исследования и запустим еще одну ракету на которой будут там какие-то двигатели готовые там будет там еще какой-нибудь например капсула и астронавт космонавт да и вот она будет удачно запущена у нас есть готовое исследование рандеву называется стыковка там тоже будут три карточки успеха и если там будет успех то стыковка успешно состоялось и мы можем перемещать например космонавта из одной капсулы в другую стыковать вот эти вот ракеты и уже стыкованные ракеты отправлять дальше в космос на другие планеты и так далее задачи в этой игре очень интересные например вот просто обычный запуск искусственного спутника человек на орбите рабочая капсула но это вот дополнение до к меркурию рабочая капсула или спутник на меркурии посадка на венеру мы не знаем какая там у венеры поверхность ну по крайней бере на начало исследования вот мы долетели приземлились посмотрели а там написано что ваш аппарат разрушен экстремальной жарой и давлением все посадка на венеру практически невозможно если вдруг вы играете и рассчитываете да на посадку на венеру вы туда долетели садитесь а там вот такая вот ерунда поэтому есть смысл прилететь исследовать выяснить что посадка невозможно и уже строить какие-то другие планы в общем как вы видите все максимально очень интересно все тематично я надеюсь что я сегодня сумел рассказать как это все выглядит как это все работает всех нюансов я естественно не расскажу там их ну среднее количество не могу сказать что игра прям перегружена какими-то нюансами но нюансы есть правила написаны неплохо все в общем-то понятно в интернете есть другие видео которые рассказывают все как это происходит поэтому игра относительно популярна несмотря на то что является такой вот редкостью ее можно купить только у производителя в штатах на этом сегодня у меня все я еще раз всех поздравляю с днем космонавтики играйте в настольные игры всем хорошего пока спасибо спасибо за просмотр видео на канале пассиан шоу подписывайтесь на канал пассиан шоу ставьте лайки и оставляйте комментарии еще больше пассиан шоу в социальных сетях инстаграм и твиттер играйте в настольные игры пока